Заточение пророка Юсуфа, осужденного безвинным И сказали женщины в городе, жена вельможи соблазняет юношу из своего дома Так он возбудил в ней любовь Мы видим, что она в явном заблуждении Жена вельможи была чрезвычайно оскорблена подобными разговорами и сплетнями, распространявшимися за ее спиной И задумала план, как можно было бы прекратить эти сплетни, чтобы убедить женщин, что она была права В действительности пророк Юсуф был наделен необычайной красотой И многие женщины теряли рассудок, увидев его прекрасный лик Когда она услышала про их пересуды, то послала за ними, приготовила им места для возлежания И дала каждой из них нож для фруктов, что были перед ними Сказала Юсуфу, выйди к ним Увидев его, они возвеличили его и порезали себе руки, забывшись от вожделения И сказали, убереги нас Аллах, это не человек, но лишь ангел благородный Жена вельможи не смогла промолчать и при всем собрании сделала пророку Юсуфу недостойное предложение Пригрозив ему, что если он ответит ей отказом, то она прикажет заточить Юсуфа в темницу Сказала женщина, вот тот, из-за которого вы меня осуждали Истинно, я соблазняла его, но он оберег себя И истинно, если он не сделает того, что я ему приказываю, он будет заточен в темницу и будет из числа ничтожных Но пророк Юсуф был непреклонен и исполнен решимости не поддаваться на козни женщин Он всем сердцем уповал на помощь Всевышнего Юсуф сказал, Господь мой, темнится мне милее, чем то, к чему они склоняют меня Если ты не отдалишь от меня их уловки, то страшусь я, склонюсь к ним, и так буду из невежественных Так Господь принял его молитву и отдалил от него их козни, ибо он слышащий, знающий Все собравшиеся там женщины знали, что юноша был совершенно безвинен Но, несмотря на это, они, одурманенные его красотой, приняли сторону жены-вельможи И поддержали ее несправедливую прихоть Так, по ее приказу, пророк Юсуф, мир ему, был безвинно брошен в темницу Где ему предстояло оставаться долгие годы